Импорт и замещение в действии. Замену медицинского оборудования иностранного производства отечественными аналогами обсуждали на пресс-конференции депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета по обороне Сергея Жигарева. Ведущее предприятие обороны промышленного комплекса, выпускающее лучшую военную технику, предлагается диверсифицировать, то есть подстроить под производство медицинского оборудования. У нас медицинская техника, которая сегодня у нас присутствует в больницах и поликлиниках, она в основном импортная. В среднем государство тратит порядка 350 миллиардов рублей на ее закупку. При этом постоянно сферу этих закупок сотрясают разного рода коррупционные скандалы. В пользу данного предложения говорит и сложная экономическая ситуация. С нынешним курсом доллара теперь на ту же сумму удастся закупить в два раза меньше медицинской техники. К тому же немало времени занимает ее транспортировка, установка и настройка. Медицинская техника, выпущенная уже на отечественных предприятиях оборонного комплекса, была представлена президенту России Владимиру Путину 8 сентября на совещании в Туле. Мы вышли с такой инициативой и обратились с открытым письмом к Владимиру Путину и вице-премьеру Дмитрию Олеговичу Рогозину, который курирует оборонно-промышленный комплекс, с тем, чтобы то медицинское оборудование, которое было представлено на выставке в Туле, было для апробации направлено в Ногинский, в Щелковский район и в близлежащие города Подмосковья. По словам Сергея Жигарева, волонтерам удалось собрать уже порядка 25 тысяч подписей жителей за реализацию проекта. Оборудование, выставленное в Туле, предлагается установить в больницах и поликлиниках в тестовом режиме, чтобы врачи могли оценить качественно отечественных аппаратов и сравнить их с импортными устройствами. Депутат уверен, такое сравнение окажется в пользу отечественной техники. И не надо абсолютно ее бояться, воспринимать, что аппараты МРТ теперь будут российского производства. Если мы можем делать, поверьте мне, самую лучшую и передовую космическую технику оборонного назначения, если мы делаем лучшие в мире подводные лодки, построили не имеющих аналогов танк, то с аппаратами МРТ-диагностики наши оборонщики справятся.